Массовое убийство в стране узаконил генеральный прокурор Советского Союза Андрей Вышинский. В тюрьмах ночью кипела работа. Осужденные на смерть стояли в очереди, дожидаясь казни. Тела расстрелянных грузили в машины и отвозили за город, в места секретных захоронений. Политические репрессии в СССР коснулись едва ли не каждую семью. Страшным свидетельством произошедшего геноцида являются мемориальные кладбища и расстрельные полигоны, разбросанные по всей стране. На северо-западе усилиями неравнодушных потомков при поддержке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова был открыт мемориал Левашовское кладбище. Евангелическая лютеранская церковь Ингрии ежегодно проводит здесь молебен в память о претерпевших страданиях, гонениях, лишениях и мученическую смерть в 30-е годы. 6 ноября ранним дождливым утром верующие прибыли к месту сбора. Взяв с собой сборники гимнов и свечи, все направились к мемориальному месту захоронения. Епископ Иван Лапкев традиционно трижды позвонил в колокольчик. Зажегши свечи, собравшиеся на молебен люди спели гимны, прославляющие Господа. И царство правды утверди в сердцах твоих детей. И царство правды утверди в сердцах твоих детей. Что на твой голос отличать от голосов иных. Епископ Иван Сергеевич Лапкев произнес небольшую проповедь о важности покаяния и прощения. Господь говорит, помни весь путь, которым я вел тебя. Весь путь, в том числе эти страшные времена, которые мы сегодня вспоминаем. И о которых, конечно, хотелось бы не думать. Хотелось бы, чтобы это все, возможно, было таким страшным сном. Но, тем не менее, это было. Были такие дни, такие ночи, когда совершенно неожиданно в дом, в человеку могли постучать, взять его, посадить в машину. А затем были холодные застенки, затем были избиения сапогами и прикладами. Потом короткий лучик такой надежды, когда подписывалось это добровольное признание в каких-то безумных обвинениях, шпионажах или чем-то еще. И после этого холодный ствол в затылок, выстрел. И затем яма здесь, на Левашовской пустыне или в каком-то другом месте. Все это было, и это тот путь, которым Господь вел, в котором участвовали и наши предшественники, наши бабушки, дедушки, наши братья и сестры. Но для чего мы вспоминаем это? Почему Господь призывает нас помнить и об этих страшных вещах? На самом деле, это не для того, чтобы наши сердца воспылали гневом или какой-то жаждой и мести. Это происходит с одной лишь целью. Для того, чтобы получить исцеление. Для того, чтобы совершилось покаяние. Для того, чтобы возвестилось прощение и наступил мир. Мы просим и молим Тебя. Благослови, чтобы такие страшные времена никогда больше не повторились. Даруй, Господи, чтобы пришло прощение в сердца тех, кто имеет горечь и обиду. Даруй утешителя Духа Твоего Святого всем нам. И благослови всех тех, кто прошел через эти горнила страданий и ныне утешает Сустрадствие Твое. Прибудь с нами и благослови Твою Церковь совершать дело служения на этой земле. Во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вспомнили о павших от рук мучителей. В том числе о пасторах лютеранской церкви, расстрелянных в подвалах НКВД. Вспомнил нашего последнего бывшего пастора Корпи Лайнина Александра Михайловича. Он был рожден в 1900 году. Был арестован 15 сентября 1937 года по обвинению в шпионаже. Приговорен 10 ноября 1937 года по статье 58.6.10.11. Расстрелян 15 ноября 1937 года. Вечная память. В завершении помолились молитвой Отче наш. В классе распятого и уничтожного Крива Лайнина, нашедшего вала, воскресшего измертных третий дни, вознавшим сыном Девесна, следящего от письма Бога, всемогущего Отца, оттуда он придет судить церковь и мертвых. Делаем Духа Святого, воскресную вселенную церковь, в общение святых, в отрешение грехов, в воскрешение в лоте и жизнь вечную. Аминь. Иван Сергеевич напомнил о важности сохранения памяти о произошедшем и призвал не хранить злобы в сердце. Сюда свозили для захоронения в основном тех людей, которые были расстреляны в разных местах. И здесь похоронено очень много священнослужителей, представителей национальных диаспор. И вот здесь сейчас мемориальное кладбище, и приходят сюда почтить память своих предков, представителей разных конфессий, различных народов. И ингермаларские финны тоже здесь один из этих народов, которому поставлен памятник, находящийся за Морисом. Практически с самого момента возрождения церкви Ингрии, здесь, на этом месте, в Ливашовской пустыне, мы совершаем ежегодный памятный молебен, вспоминая о тех тяжелых днях, которые пережила церковь, когда практически все пасторы подверглись репрессиям, были отправлены в ссылку, в тюрьму, в тюрьму, и были расстреляны. Конечно, нам важно помнить об этих репрессиях, для того, чтобы это не повторилось снова. И нет такого желания или такой цели обвинять кого-то, потому что, действительно, первопричина всего этого – это безбожие. Это то отвержение Бога, которое произошло в 20 веке, не только здесь, в нашей стране, но и в других странах. И весь 20 век является печальным, кровавым свидетельством того, что произошло, к чему это привело. Поэтому, прежде всего, мы говорим о том, что необходимо сохранять веру, необходимо примирение, необходимо прощение. И чтобы не забыть об этих временах, мы собираемся здесь. Покаяние и прощение – это важные элементы жизни христианина. И мы должны это помнить. Наш канал продолжит информировать зрителей о важных событиях христианского мира. До новых встреч!